В современном пассажирском и грузовом транспорте не было принципиальных технологических изменений последние 70 лет. Давно назрела потребность увеличения скоростей и мобильности людей. Ученые разрабатывают принципиально новые технологии, которые должны сделать перемещение из точки А в точку Б дешевле и быстрее. Свои разработки есть и в странах СНГ. Их изучали наши корреспонденты. Обычный с первого взгляда контейнер, но если присмотреться, он висит в воздухе. Между платформой и основанием пустой промежуток 2,5 см. Так петербургские ученые испытывают магнитный подвес. Платформа находится в подвешенном состоянии, левитирует уже три года. Технология левитации известна давно. Применить ее в транспорте пытаются многие страны. Поезда на магнитной подушке уже успешно возят пассажиров в Китае. О том, что эксплуатация должна обходиться дешевле, говорят законы физики. Главное преимущество – отсутствие трения. Позволяет хорошо сэкономить на износе деталей подвески и существенно увеличить скорость. Если сегодня никто не замахивается в мире, что колесо рельс самых высокоскоростных поездов может показать скорость 400 км в час, у нас этого ограничения нет. У нас это ограничение будет связано только с преодолением аэродинамического сопротивления. А это уже Беларусь – испытательный полигон системы Юницкого. Здесь транспортные капсулы движутся по струне, натянутые между металлическими опорами. Технология позволяет сэкономить на строительстве дорогостоящих конструкций, мостов и эстакад, что в теории должно сделать транспорт в несколько раз дешевле и рентабельнее. С точки зрения окупаемости для инфраструктурных проектов, их окупаемость составляет, как правило, от 5 до 7 лет. Транспортом Юницкого интересуются во многих странах – от Индии до Канады. Но изобретатель ведет свои разработки на родине, в Беларуси, на деньги, собранные с помощью краудфандинга. Деятельность Юницкого финансирует множество мелких инвесторов со всего мира, которые просто верят в успех струнных технологий. Впрочем, есть и скептики – самой технологии почти 40 лет, но полноценную трассу для высокоскоростных испытаний построили только сейчас. Мы сейчас завершаем землетвор под высокоскоростную дорогу, где длина должна быть порядка 20 километров, иначе на меньшей длине мы не можем развить скорость 500 км в час. А это уже американский конкурент Юницкого – гиперпетля, вакуумный трубопровод, по которому летают капсулы с пассажирами и грузами. Увеличенная модель пневмопочты, предложенная американским изобретателем Илоном Маском. В этом году разработчики технологии построили тестовый участок, на котором будут проводиться испытания пассажирских капсул. В России пока все планы лишь на бумаге. Гиперлуп – это очень любопытный подход, красивый, интересный. Но прежде чем всерьез этим заниматься, нужно подождать, пока эта технология продемонстрирует себя в практической эксплуатации. Потому что стоимость сооружения очень высока, и в случае, если надежды не оправдаются, это будут огромные потерянные инвестиции. Когда начнется коммерческая эксплуатация магнитных поездов, юнибусов и пневмотруб, эксперты сказать не берутся. Возможно, какая-нибудь из перечисленных технологий так и останется нереализованной. В любом случае, пока чиновники из многих стран опасаются вкладывать в них существенные деньги и продолжают строить традиционные автомагистрали и железные дороги. Максим Драгнев, Борис Чесноков. Для программы «Вместе выгодно». С вами был Борис Чесноков. До встречи в эфире. С нами интересно.